Тренировка по скандинавской ходьбе традиционно начинается с разминки. Сначала упражнения на разные группы мышц, потом танцевальные элементы. Весело и полезно, рассказывают участницы. Ирина Кагирова в свои 79 ведет активный образ жизни. Занятия помогают не только держать тело в тонусе, но и найти компанию по душе. Очень большое счастье. Вот просто испытываешь счастье от этого общения, от этого хождения, от того, что ты еще подвижен, так скажу. Все люди, которые сюда ходят, все подруги. Потому что у нас единые задачи, единые цели. И мы как-то дружим на основе этого. В скандинавской или северной ходьбе вид любительского спорта, который представляет собой пешие прогулки, во время которых опираются на специальные палки, напоминающие лыжные. Такие занятия полезны для тренировки мышц спины и плечевого пояса. Уменьшение нагрузки на коленные и тазобедренные суставы. Сжигают больше энергии, чем обычная ходьба. И способствуют тренировке сердца. Однако, как и в любом спорте, занятия должны проходить под присмотром тренера. Лучше приходить все-таки в группу, где тренер расскажет, как палки подобрать, как начинать ходить, сколько ходить в неделю, сколько в одном занятии. То есть очень много моментов, которые нужно осветить. Это не соревнования между участниками, это соревнования с самим собой. То есть каждый месяц они записывают свой результат, и эти результаты радуют. Виктория Захарченко 12 лет назад сама начинала заниматься ходьбой в парке «Молодежный». Затем получила квалификацию тренера. На ее занятия регулярно приходят от 40 до 70 женщин серебряного возраста. Здесь какая-то энергетика, общение. Очень нравится Виктория, тренер наш. Очень нравится. Поэтому приходим. Вот уже три года Виктория Захарченко тренирует местных жителей именно в этом парке, который преображается на глазах. «Молодежный» несколько раз становился победителем рейтингового голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь появилась новая входная группа. Детские площадки реконструировали озеро с фонтаном. В этом году проводят третий этап благоустройства. Будет отремонтирована входная зона от улицы Воронежской до озера. Спортивная будет территория обустроена и также эко-территория в этом парке. Парк благоустраивался с пожеланиями жителей, которые здесь рядом проживают. И все эти пожелания были учтены. Также люди активно участвуют в голосовании, потому что они понимают то, что они хотели для своих занятий, для своего отдыха. Здесь все это будет построено и все будет благоустроено для этого. Чтобы позаниматься, именно в этом парке многие приезжают из других районов города. Я езжу почти от железнодорожного вокзала. Стараюсь не пропускать тренировки. Очень помогает и физически, и морально. Дух поддерживает. Я очень довольна, что я попала в эту группу. Красота. Вот ходишь, это прекрасное озеро. Все так облагорожено, развивается. Все дальше продолжает облагорожиться. Очень прекрасный парк. Прям спасибо организаторам. Тренировки на свежем воздухе насыщают организм кислородом и укрепляют иммунитет. Они проходят по утрам три раза в неделю. Присоединиться к группе могут все желающие. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.